Олег Кришнов, удивительное растение Туласи, которое растет на крыше, где Шеладрестан срасходит в курсе, если со Шеладрестан упадет. Видите, что оно растет совсем из ничего, из бетона. И уже последние полтора месяца не было дождей, никто ее не поливает, но растет, и чувствует себя, похоже, прекрасно, потому что особое святое место. Я рада Роман, чтобы сейчас ее пересаживает, чтобы потом вернуть обратно, когда все будет готово к ее возвращению. В принципе, как корни распространились по всей куше, но никакой почвы на них нет. И как Туласи здесь живет, совершенно непонятно, вопреки всем законам материальной биологии. И вот таких Туласи здесь на крыше дома номер один, Полтуганга Роуд, было полно, было целый сад Туласи. Ничего кроме Туласи здесь не росло, кроме Туласи и вот этих вот растений, которые связаны так иначе с преданным служением. Шиларнат Махараш, когда у него Радан Роман Пагу спросил, какому из проектов, из кон в Калькутте, нужно уделять первостепенное внимание и значение, потому что есть проект строительства нового храма, проект восстановления места, где родился Шиларнат Махараш, проект двух храмов, которые уже существуют здесь. Шиларнат Махараш сказал, без сомнения, это место, место, где все началось, это место, корень нашего движения. Здесь на один Ултаданга Роуд, из этого корня начнется огромное, то есть новое возрождение, огромный рост нашего движения. Если мы будем поливать его здесь, то весь из кон получит огромное благо и все начнет развиваться. И Радан Роман Махапрабу говорит, что видит, как это происходит. Овочи, как только они приобрели это здание в 2008 году, то с этого момента начнется развитие всех других проектов в Калькутте и также надеясь во всем мире. Казахасима Харани сейчас пересадят в отдельный горшок с землей и посадят ее в храме до возвращения обратно сюда, когда это здание будет восстановлено и готово к приему к Калькутте.